МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...к семейству Урал 375D. Автомобиль сделан на новой агрегатной базе с новым кабинным модулем от Газели Next. По ощущениям, это совершенно другой автомобиль. В первую очередь заметен совсем иной уровень комфорта. Сидишь, по сути, как в иномарке. Второе, то, что заметно, гораздо лучше стала обзорность. Секлопластиковый капот дает представление о передних габаритах. Немножко непривычно после узкого носа 375 Урала, там можно было ориентироваться по крыльям, здесь крыльев с места водителя не видно. И, что еще очень приятно, очень легкое рулевое управление. То есть не приходится прикладывать никаких усилий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замечание к рулевому управлению. Непривычно маленькое рулевое колесо. Хотелось бы видеть его диаметр побольше и хват потолще. Хотя, как говорят, на вкус и цвет товарища нет. На высокий дорожный просвет, полный привод и мощные модернизированные ураловские мосты, они позвоняют шутя преодолевать вот такое бездорожье, на котором Урал идет реально как танк во фраке. Некоторые коллеги и перевозчики высказывали скепсис по поводу того, что такая мощная железная машина, созданная для экстремальных, тяжелых российских условий эксплуатации, вдруг неожиданно получила стеклопластный капот и такое же, в кавычках, несерьезное оперение. И, как показали испытания, он выдерживает неоднократные удары таким брусом, что говорит о его высокой механической прочности. И двигатель выше всяческих похвал. Он и пустую, и груженую машину тянет одинаково уверенно. Коробка передать ЗТ выверенным алгоритмом. Единственное, ее нельзя назвать такой уж легковушечной, как рулевое управление. В принципе, машинка-то тоже нелегковая. Она создана для тяжелых условий. И коробка эта здесь совершенно оправдана. Она очень хорошо сочетается с 312-сильным двигателем. Редактор субтитров А.Семкин